Футбольный клуб «Тюмень» продолжает настаивать на своих твердых намерениях о повышении в классе по итогам текущего сезона ПФЛ. Перед очередным туром среди команд 4-й группы сибиряки шли в лидирующем пелотоне и удержались в нем благодаря выездной победе в Барнауле над местным «Динамо». Судьбу встречи решил ее дебют. Сибирякам удалось провести два быстрых гола. «Динамовцы» действовали тактикой мелкого фола, но она сыграла против них же. Из нарушений правил на своей половине поля тюменцы извлекли максимум пользы. В несколько передач мяч был доставлен Александру Каратаеву. Тот адресовал его Данилу Карапову, который оказался в полном одиночестве в чужой штрафной. Форвард черно-белых не особенно расстроился и хладнокровно воспользовался шансом. Бросалось в глаза и качество барнаульского газона. Мяч подскакивал в безобидных ситуациях, чем регулярно создавал проблемы при его обработке, что подметил Артур Гелезидинов и не самым коварным дальним ударом застал врасплох голкипера Богдана Корюкина. Ну, я думаю, все команды, наверное, хотят сразу забить в быстрый бой. Поэтому мы не исключение. У нас получилось. Давать два мяча, конечно, оттюмени в начале игры, то есть, ну, конечно, это не повредит на роскошь. То есть, к сожалению, мы не можем пока никак справиться, я не знаю, как его назвать комплексом, что то, что когда мы видим фамилию всех игроков на Нейлстон, как будто на какой-то период, как будто нападаем в каком-то шоке. Потом вроде собираемся, пытаемся как-то все это выравнивать. То есть, нам надо вот этот комплекс, наверное, в первую очередь. Хозяева тоже пытались воспользоваться особенностями ландшафта. В паре эпизодов вратарь гостей Максим Едапин мог оказаться неудел, но при помощи защитников избежал серьезных неприятностей у своих владений. Куда хуже пришлось ковбеку сибиряков Аркадию Симанову. Благо лицевая кость удар коленом выдержала. В любом случае, Игорь Меньшиков на покрытие Барнольского стадиона жаловаться не стал. Ну, и не слово, что там синтетики, натурально. Просто многие ребята, наверное, большинство из них не играли вот такой график, да, через 2-3. Пока не привычно. Они еще привыкли, но пока не привычно. Под занавес 45-минутки тюменцы чуть было не довели счет до крупного. Но Корюкин сохранил интрюгу для второго тайма. Однако не надо было быть ясновидцем, чтобы предположить, что созданного задела в Тюмени вполне может хватить для итогового успеха. Нападающие, что Карпов, Каратаев, вот, в принципе, цепляются за мячи, да, тем самым создают много достаточно опасных моментов. Если вы заметили, когда забивались голы, тоже достаточно много, 4-5 человек оказывалось штрафной. Именно большинством, когда забился первый гол, три ошибки нашей. Вот, поэтому, в принципе, какие-то ошибки, да. Но сможет отметить нашу игру, да, то есть, что сделать при такой ситуации. Найти ответ на этот вопрос во втором отрезке матча динамовцы так и не смогли. Гости уверенно контролировали мяч и не позволили создать реальных угроз владением Едапина. Победа 2-0. Ну, на мой взгляд, заслуженно победили. Забили быстрый гол. Ну, и в первом тайме, наверное, счет у нас был. Несколько эпизодов. Счет могли до крупного ввести. Понятно, что на втором тайме козерам было перед мячом. Они где-то активизировались, наверное, да, пошли, скажем так, ва-банк. И какое-то такое подобие давления там создавали. Выездное турне кеменцы продолжат через две недели. 12 сентября черно-белые встретятся в Самаре с крыльями Советов-2. Продолжение следует...